Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на наш урок. Тема урока – надёжность паролей. Согласны ли вы с утверждением, что ключ от двери дома или вашей квартиры защищает ценности в реальном мире? Скажите, что может защитить ваши виртуальные ценности в виртуальном мире? Верно. Пароль. Пароль является ключом от ваших виртуальных ценностей. От надёжности пароля зависит безопасность аккаунтов в интернете и на мобильных приложениях. Сегодня на уроке мы разберём понятие пароль. И после изучения темы вы сможете выделять критерии надёжного пароля. Давайте определим основные понятия нашего урока. Пароль – это секретный набор символов, который защищает информацию. Идея создания защищённых учётных записей пришла в голову американского учёного по имени Фернандо Карбата. Свой вклад в информатику он внёс 60 лет назад, когда он придумывал использовать в качестве ключа компьютерные пароли. Первое. Пароль не должен быть слишком коротким, так как его легче всего взломать. Хороший пароль должен содержать минимум 8 символов. Посчитайте, сколько символов в вашем пароле к социальной сети. Сложный пароль должен содержать три набора символов – большие и маленькие буквы, цифры, специальные символы. Второе. Пароль не должен содержать доступную информацию у пользователей – имя, фамилию, дату, рождение, адрес, номер телефона и другие. Для создания пароля используйте малоиспользуемые слова или вовсе несуществующие. Третье. Нельзя применять наиболее часто используемые пароли или использовать словосочетания в предложении, которые легко угадать. Четвёртое. Также рекомендуется не использовать один и тот же пароль для всех сайтов, потому что возможен злом страницы пользователя в социальных сетях. Давайте разберём, зачем это нужно. Самое важное для пользователя – это e-mail, так как все сервисы в интернете привязаны к электронной почте. Если у вас злоумышленники получили доступ к электронной почте, то смогут получить доступ ко всему остальному. Как же быть? Есть простой способ разделить все сервисы на две группы. Первое. Для обычных аккаунтов, где содержится маловажная информация, используют более простые и похожие пароли. Второе. Для важных аккаунтов используют сложные пароли. Ребята, вы можете протестировать свои пароли на стойкость к взлому на сайте лаборатории Касперского. Сервис расскажет, насколько надёжным является ваш пароль и уточнит, сколько времени требуется для подбора пароля на современном компьютере. Возникает вопрос, как защитить персональную информацию о себе. В связи с этим актуальна задача надёжного и правильного хранения паролей, чтобы данные пользователь всегда оставались в безопасности и были недоступны для третьих лиц. Пароли можно запомнить. Способ, не требующий использования физических носителей. Его плюс состоит в том, что пароль будет известен только вам, а главный недостаток в том, что можно его забыть. Бумажный формат. Единственный плюс хранения паролей на бумаге – невозможность онлайн-доступа для посторонних лиц. Текстовый файл на компьютере. Документ на электронном устройстве – альтернатива бумажному блокноту. Из файла удобно копировать пароли парой кликов. Но при несанкционированном доступе к вашему компьютеру данные станут уязвимыми для кражи. Текстовый файл на вашем накопителе. Флешка удобна тем, что ее можно носить с собой. И файл с паролями будет всегда под рукой. Но, как и с бумажным вариантом, данный накопитель можно потерять. Что чревато не только потерей учетных данных, но и возможностью доступа к ней третьих лиц. Файл в облаке. Удобство хранения документов в облаках. Доступность данных с любого устройства в любом месте, где есть интернет. Автозапоминание в браузере. Функция сохранения паролей существует во многих браузерах. Разумеется, что упрощает процесс авторизации. Однако пароль может быть удален при обновлении или чистке кэша. Менеджеры паролей. Это сервисы, которые созданы специально для надежного хранения паролей. Они содержат информацию в зашифрованном виде, что затрудняет взлом паролей и бирмошенниками. Менеджер паролей устанавливается на компьютер или удаленный сервер для доступа в онлайн-режиме. Помните, что взлом чужого пароля и использование конфиденциальной информации является нарушением закона. Информация в интернете и в книгах является собственностью автора. и защищена законом. Поэтому при использовании информации необходимо всегда указывать автора. Выполните задания к пройденному материалу. Первое. Какие пароли ты считаешь надежными? В каких случаях нужно устанавливать пароли? Набери свои мысли в текстовом редакторе. Второе. Ты уже умеешь создавать электронную почту и устанавливать пароль. Попробую сменить свой пароль электронной почты на более надежный. В качестве итога нашего урока предлагаю вам проявить творческую рефлексию методом написания Синквейна и записать его в тетрадь. Первая строка отвечает за тему и состоит из ключевого слова. Вторая строка – два прилагательных, характеризующих эти понятия. Третья строка – три глагола, отвечающие за действия. Четвёртая строка – короткое предложение, раскрывающее суть происходящего. Пятая строка – синоним главного слова. Для закрепления материала и подготовки к следующему уроку вы можете использовать материалы учебника и интернет. Спасибо за внимание. До скорой встречи!